КНДР испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное вооружение. Северная Корея провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, который способен нести ядерное оружие. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Таким образом, КНДР испытала еще один вид, беспилотного подводного ударного БПЛА, способного нести ядерное оружие, под названием Хаиль-2 спустя две недели, после того как была раскрыта информация о подводных беспилотниках Хаиль-1, что в переводе с корейского означает «цунами». По предварительной информации, они предназначены для скрытного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника. Аналитики говорят, что Северная Корея демонстрирует свои разнообразные возможности доставки ядерного оружия, хотя они скептически относятся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских дронов. Сообщается, что во время испытаний системы подводного стратегического оружия, беспилотник преодолел около тысячи километров под водой, за 71 час 6 минут, и успешно поразил смоделированную цель. Напомним, несколько недель назад Северная Корея, запустила баллистическую ракету в сторону моря, у восточного побережья корейского полуострова. Подобные провокационные действия Пхеньяна, стали происходить все чаще. Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея, запустила неустановленную ракету с подводной лодки, недалеко от города Синпа, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК Украина – 3w.rbk.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту. СБ Собака РБК Уэй.